Вы в курсе, что вы мне продали просроченный товар? По магазину Тухлого. Сейчас это могут купить и могут отравиться из-за вашей халатности. И вы своих же соседей, получается, отравите. Может, вы не ту должность занимаете? Вот так проходит процесс утилизации. Честно, не вкусно. Смотрите, девушка. Вы в курсе, что вы мне продали просроченный товар? Я не смотрела. До этого есть продавцы в отделе. Смотрите. Сегодня у нас 31 число. 31.03 до часа ночи. Это у нас пар на Луначарского 67. Время сейчас 18.16. Сейчас мы возьмем тележку и наберем еще много кухляка в этом магазине. Так, рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. Показываю. Упакована под вакуумом. Это развакуум. Такую рыбу продавать нельзя. То же самое по тасу. Упакована под вакуумом. Это развакуум. Так она еще и вся во льду. Посмотрите просто сколько льда. То есть это 100% уже были нарушены условия хранения этой рыбы. Развакуум. И здесь тоже развакуум. Вот это вообще что здесь лежит такое? Просто какая-то непонятная рыба во льду. Смотрите. В принципе, то же самое, что и в гиперспаре. Даты изготовления нет. Только когда упакован продукт. А это нарушение. Вот лежат стейки. В принципе, в ужасном состоянии. Вся рыба хранится. Посмотрите как. Скажите, друзья. Вы бы стали такую рыбу покупать себе? Или своим близким и родственникам? Но мне кажется, это просто недопустимо. Конфетки. По техническому регламенту Таможенного Союза здесь обязательно должна быть родная аннотация от производителя. Я нигде этой аннотации не вижу. Конфетки лежат в коробках. В родных коробках от производителя. В принципе, так они могут храниться. Да. Но дата изготовления 13-11-2018. Срок годности 9 месяцев. Они все испорчены. Либо спар пересыпает сюда свежие конфеты. Что, опять же, недопустимо. Либо они просто все испорчены. Отправляются к нам в тележку. Конфеты тирамису. 7 августа изготовлены. Срок годности 4 месяца. Они все испорчены. Тут тоже все лежат конфеты без даты изготовления. То есть, по факту, все они некачественные. И заметьте, все по скидочкам. Чтобы вы не обращали внимания на то, что это тухляк. Кушали и радовались жизни. Естественно, с паре и без бомбошей не обошлось. Мятая баночка. Такую уже продавать нельзя. Холодильник. Должна быть температура 4 плюс-минус 2 градуса. Здесь температура, сними, 14 градусов. То есть, по факту, условия хранения у всей этой продукции нарушены. И вся она уже испорчена. Возьмем один тортик. И обязательно покажем ему администратору. Так, хлебушек лежит. Ни даты изготовления, ни срока годности, ни условий хранения. Есть дата 14.03. Но поскольку сегодня 31.03, думаю, вряд ли это дата изготовления. Он вроде как бы мягкий, а вроде как бы некачественный. Любимый спар. Как вот такое они продают, объясните. Без маркировки, без ничего, просто. Так, вот на этой булочке есть маркировка какая-то. Но температура хранения 4 плюс-минус 2 градуса. То есть, по факту, эти булочки все уже испорчены. Просто какой-то непонятный штрих-код. И тут сосиска. То есть, по-любому он должен храниться в холодильнике. А он хранится здесь, на витрине у них. Тележку, тухляк. Тухляк, тухляк. Просто все тухляк. Тоже никакой информации, просто упаковано. Здесь они фасуют сыр. Смотрим. Вот прям первый попавшийся сыр беру. Упаковано. 29.03. Срок годности. Так, есть. Но нет даты производства. То есть, по факту, скорее всего, это старый сыр, который просто переупаковали и завернули. То же самое. Никакой даты производства. Да, есть условия хранения. Есть срок годности нарезки. Опять же, по санпинам срок годности нарезки 12 часов. Откуда они взяли эти цифры, непонятно. Мне вот еще интересно. Как здесь понять, какая температура у этого холодильника? Девушка, можно вас? Как понять, какая температура у этого холодильника? Я вот тут вижу градусник, но по нему ничего не понятно. Слышь, а это и тут градусник. А по какому нам смотреть? Не знаю, нет. Еще сразу вопросик можно? Вот сыр берем, например. Как узнать, когда... Так. Тут есть информация. Окей. Как узнать, когда произведен этот сыр? Дату изготовления его. А как вы тут увидели информацию, а там вы не видите информацию? Тут есть информация от производителя? А, ну... А тут никакой информации нет. Как понять, когда он произведен? Потому что это большие головки. Ну вот, как понять, когда он произведен, этот сыр? Просите у продавца. Вот, я у вас спрашиваю. Не подскажете, когда он произведен? Сейчас найдем. Когда приходишь в спар, складывается ощущение, что их главная миссия не накормить потребителя качественным продуктом, а отравить потребителя. Так. Смотрите. Сыр сливочный. Угу. Как я могу понять, что вот это аннотация от этого сыра? Что именно вот это от вот этого куска? А как я вам должна показать? А здесь должна быть дата изготовления на маркировке. Не только, когда он упакован. Какая маркировка у нас високе, такую мы и пьем. Я уже, то есть, никак не могу понять, что это маркировка от этого сыра. То есть, он по факту некачественный по закону считается. Почему-то он некачественный. А потому что нет даты изготовления. Ну вот дата изготовления. По техническому регламенту наложенного союза она должна быть здесь, а не вот здесь. Ну, это уже когда свыше к нам сделают такое, значит, сделают. Ладно, по холодильнику. Какая у него температура? Мы так до этого не дошли. Потому что здесь тепло. Вот я рукой трогаю, здесь тепло. Как понять, какая у него температура? Вот отсюда и вот из этих дырочек идет холодно. Как понять, какая температура? Тут ничего нет. Считаешь, что в холодильнике жарко? Я считаю, что здесь должен быть градусник. Поэтому я вас спрашиваю, где здесь градусник? Пусть мне кто-то подскажет, как покупателю. На данный момент градусника нет. Как я могу убедиться, что здесь температура хранения соответствует? Ну вот так вот положите, и вы чувствуете, что это холодно. Вы считаете, это какой-то измеритель, какой-то прибор? У меня нет градусника. Это сертифицированный прибор у вас? Должен быть градусник у холодильника, у каждого. У меня нет у каждого холодильника градусника. Плохо, это нарушение. Мне начальство не выдало градусникам. Так вот, мы сейчас с вашим начальством поговорим. Мы понимаем, что не к вам вопросы. Но раз вы отвечаете за отдел, значит, вы должны что-то знать об этом отделе. Вот. По колбаске то же самое. Дата изготовления. Только когда упаковано. Дата изготовления колбасы не вижу. Дата изготовления колбаса режется пополам. С одной половинки есть дата изготовления, с другой половинки ее уже не оказывается. А она должна быть здесь. Не на половинках, а здесь. Ладно, мы сейчас к администратору подойдем со всеми этими вопросами. Если он здесь. Администратор вот вам сейчас скажет то же самое. А, здравствуйте. Вы администратор, я так понимаю. Некачественно товар набрали целую тележку. Ну, следили. Как так получается? Например, температура тортика должна храниться 4 плюс-минус 2 градуса. Там температура холодильника 14 градусов. То есть это все некачественно, это все надо убирать? Температура приезжает, температуру измеряется. Сейчас 15 градусов там температура. Сейчас будем звонить отправлять. Можно ли я их снимать? Она меня снимает. Поэтому вы можете не подходить близко, не попадете в кадр. Вопрос. По булочкам. Написано температура хранения 4 плюс-минус 2 градуса. Они у вас здесь лежат, где хлеб? Как так? У нас очень мало работает народ. Мы не успеваем просто, понимаете? Это все с ним будет. Конфеты годные вообще до 19-го года. В 18-м году они произведены. Ну, это не та коробка. А как я могу понять, что это не та коробка? Вы мне подскажете? Там есть на тени, Вальд. Я бы увидел, что в холодильнике тортуют 14 градусов. Только что сняли. А сейчас там 6 градусов. А температура хранения до 6. Ну, холодильник, понимаете, имеет свойство ставиться на оттайку. Я понимаю. Но когда я подошел, 14 градусов было, 15. Ну. То есть это уже условия хранения нарушены. Ну, мне что, надо каждые полчаса торты снимать? Следить. Доложить руководству. Такая ситуация. В холодильнике, понимаете, все так становятся на оттайку. Тут какая вообще информация? Снимайте, вот, пожалуйста. Она будет снимать вас. Если вам что-то не нравится, увольняйтесь. Если вам не устраивает эту работу, увольняйтесь. У нее право ее снимать? Имеет. Она имеет право снимать. Она может вызвать полицию, сейчас попадать на нас в суд. Заявление написать. Если ее что-то не устраивает. Смотрите, как понять, когда эта булочка произведена? Хоть какую-то информацию о ней, как понять? Вот так вот, Владилтур, а что я могу сказать? Я вам сейчас повторяю, у нас работает очень мало персонала. Ну, так вы ответственны за магазин. У нас нет хлеба. Тем более, у вас меньше работы, значит, вы можете уследить за этим. Раз вакуум, даты производства нет, ничего нет. И это мы только полмагазина обошли. Банки мятые. Такие можно продавать? Нет. Нет, нельзя. Замечательно, что вы это понимаете. И тут ни у одних конфет нет аннотации от производителя. Как понять срок годности? Нет листка вкладыша с коробки родного. Как так получается? Мне пожаловались на ваш магазин, сказали, приди, найдешь много тухляка. Я пришел в полмагазина тухлого. У меня просто тележка уже еле катится, я бы еще набрал. Тут полмагазина надо просто снимать с продажи. Вы скажите, что вы с этим товаром будете делать? Некачественным. Некачественным. Утилизировать будете? Мы можем как-то посмотреть, что вы утилизировали этот товар? Вместе с вами утилизировать? Не знаю, мы сейчас отправим на вас. Будем впредь смотреть лучше. Как вы считаете, вот с такой аннотацией, с такой маркировкой рыба может продаваться? Нет. На которой вообще ничего не видно? Как так получается? Почему вы травите людей? То есть вы наверняка живете где-то здесь рядом. Также здесь ходят к вам граждане, которых магазинов рядом нет. Они ходят к вам сюда, потому что живут рядом. И вы своих же соседей, получается, травите. Что-то справляются. Ну а сейчас что с этим делать? Докситируйте. Там много очень всего. Убирайте все тушки. Давайте, мы ждем, чтобы при нас все утилизировали. Мы вам поможем. За вас работу выполним. Хоть спар нам и не платит. Тут то же самое. Она вся тухлая. Никакой даты изготовления, ничего нет. Даже уже не смотря, она вся тухлая. А можно аннотацию на салатик посмотреть? Когда он произведен? Это вот сегодняшнее то, что мы... Смотрите, это запечатанная упаковка. А мне надо имена от этого, которые здесь. Я с этой упаковки кладу сюда. Она запечатана. Вы же не можете с запечатанной упаковки разрезать, потом запаковать снова. Я не запаковываю. Вот. Просто мне нельзя в упаковке продавать. Я выкладываю сюда. Есть аннотация именно от этого салата, который здесь лежит. Я из этой упаковки выкладываю сюда. Не из этой упаковки она запакованная Мы из другой упаковки выложили Такое же возможно Давайте мы с вами вместе все это утилизируем Поломаем, чтобы это не попало на прилавок Все Чтобы до конечного потребителя это не дошло Мне кажется, нам надо еще сотрудника позвать Чтобы побыстрее это все происходило Я сейчас пару штучек поломаю Я же не буду за вас всю работу делать Колбаса, скажите Даты изготовления тоже самое нет Качественная колбаса? Некачественная Позовите сотрудника, потому что я не хочу все-таки дать сейчас Я вам показал, как надо У меня вот одна стоит многосторонная Вот девушка только что здесь стояла Она ушла домой Кого я позову? Я вам сказала, у нас мало персонала С парни платят? Мало платят? И зарплата у вас мизерная Они пробовали все написать заявление На увольнение? Может, зарплату подняли? Нет? За дверями, говорят, много стоят Только вот никто не идет Ну, я думаю, такие нарушения накапливаются постепенно Это не сразу, что вот раз все привезли Пожалуйста, вам покушку Вот так же все Пожалуйста Так, салат оливье Хорошо Сыр тоже самое без даты изготовления Тортик С нарушениями условий хранения Как? Мы же говорили Что? Мы же говорили про нарушение своих хранений Есть у вас ложечка, вилочка, мы его попробуем А вы скажите, у вас ножи промаркированы? Для мяса, для сыра, для колбасы? Для колбасы нет, извините А вообще, маркировка есть на ножи? Нет маркировки Тут она уже, вот, колбаса Ну, тут ничего, можно? Да можно, Си Тут ничего не видно, конечно К сожалению Давайте Давайте ножичек мы прям попробуем с вами Чистое есть что-нибудь? Ну, сейчас, конечно, есть О, замечательно Хотите? Нет, нет Угощайтесь Я не ем Ну, пожалуйста Невкусно Честно, невкусно Ну, а ты снимай, ты че? Я понимаю Просто невкусно или что-то еще? И некачественный по закону И невкусный по органолептическим свойствам Ну-ка, когда уж кусочек оставьте А, попробуйте Потому что я вам не поверю Хотите, пробуйте, конечно Я могу там еще целый найти Если хотите, поищем Мне не жалко Пар кормит Булочка Без информации Без информации Хлеб вопрос Где я на хлеб могу у вас увидеть информацию хоть какую-то? Дату производства Там дата стоит 14.03 Я думаю, вряд ли, что 14.03 вы его произвели А где его посмотреть, эту информацию можно? Там потому что только одна дата старая Вообще, его каждый день Но информации нигде нельзя посмотреть Да, эту? Я вас понял Так Видите, что у нас приезжает каждый день? Опа Меня очень радует, что администратор оказался адекватный И без проблем все согласился утилизировать вместе с нами Мы поможем Спар Мне кажется, пора вам платить нам за работу Так Без даты изготовления Раз вакуум Это не вакуумная упаковка Согласны? Согласны Так Булочка И так уже порванная Нет Это вообще непонятно, что Упакованная лежит потребительскую упаковку Вы скажите, когда мы можем прийти И все это исправиться? Хотя бы частично Хотя бы столько не будет нарушений Чтобы люди могли сюда ходить и смело покупать продукты Несмотря сроки годности Могли быть уверены в этом Что они покупают качественный товар В ближайшее время Будет стараться Гиперспар нам также ответил Пошло полтора месяца Пока ничего не исправили Пойдемте, пройдемся с вами Сразу еще наберем Чтобы потребитель не отравился То есть мы долго даже не искали Мы пришли и прям сразу Пусто Пусто Только когда упаковано Когда они произведены, скажите? Сегодня привозили Когда они произведены Не привезли, а произведены Есть информация? Нет информации Некачественная Вот так проходит процесс утилизации Некачественные товары Они все такие Девушка, а вам не кажется, что ваша работа работает с потребителем? Если вы торгуете тухляком Нет, чтобы извиниться И сказать, давайте я вам помогу И помочь Или я за вас должен все утилизировать? Так я же полмагазина так утилизирую Мы будем исправляться Я сказала, извините Не касаться У меня тоже просто твоя работа есть Понимаете? А это не ваша работа? И это моя работа Девушка, может вы не ту должность занимаете? Коммунистер, повторю У нас тут работает мало сотрудники Мы не успеваем обхватить такой обхват магазина У меня это как-то должно касаться? Нет Я понимаю, если бы это один отдел был бы А все отделы, понимаете? Мы по каждому сейчас отделу пройдем И в каждом отделе найдем такое Пойдемте дальше Так, сейчас температуру посмотрим Как нам девушка сказала 7 градусов Все равно не в норме Все равно даже не входит Все время, что мы здесь Они при плюсе При сильном плюсе Было плюс 15 Сейчас плюс 7 Вы же можете как-то поменять температуру, я думаю? Я нет А кто этим занимается? Мы вызываем холодильщики Не справляются холодильщики Просто сейчас неизвестно Вот это все свежее Все с нарушением условий хранения Все свежее Почему не свежее? Мы уже купили просроченный Еще есть с нарушением условий хранения И тут все условия хранения нарушены Утилизировать вы не можете товар? Нет Почему? Как я могу не утилизировать? Товар стоит Условия хранения нарушены? Вы видите? Холодильник работает Вы видите, я вижу условия хранения нарушены Завтра мы подадим заявку Придут холодильщики Купят это сегодня, а не завтра Сейчас это могут купить И могут отравиться Из-за вашей халатности Из-за вашей температуры одна Покупатель вам показывает на это А вы говорите, нет, все нормально Понимаете? Бардак Как вы считаете? Это аппетитно рыбкой храниться? Где у нее дата изготовления? Я могу посмотреть Срок годности Условия хранения Хоть что-то Так Это у нас Вот это, я так понимаю На другие Вот на эту меня интересует И вот на эту крайнюю Нету? Я понял Дальше вот прям по отделу идем Здесь нет ни на одной рыбе Даты изготовления Тут вот мы половину рыбы собрали Тут развакуум был Я уверен, я сейчас найду Вот прям первую беру Тоже самое развакуум Это тоже отправляется сюда же Под материализацию И тут надо перебирать всю рыбу В принципе Тут половина развакуум Какая-то рыба во льду уже просто Условия хранения не нарушены По маркировке скажите Вы сделаете какой-то запрос Руководству Чтобы исправили маркировку Вы можете как-то повлиять На эту ситуацию? Сейчас будут звонить Технический регламент Таможенного союза 022-2011 Строго имеются требования Как должна быть маркировка И по 29-му федеральному закону Этот товар считается Некачественным и опасным И подлежит утилизации Весь, на котором маркировка Не соответствует регламенту Когда мы можем прийти Такого не будет Просто скажите Срок Месяц Два Три Я не могу вам штраф Я не хочу, чтобы вас штрафовали Потому что я понимаю У вас зарплатой будет штраф Скорее всего Нет чека Мне кажется У меня лапша уже с ушей свисает Все руководство увольнять И так в стране Ситуация такая А у вас есть основания Снимать меня? Я отказываюсь Не вижу законной причины Вы можете подать на меня в суть Ваши требования незаконны Мы сейчас задержаны А законы основания задержания Вы закон знаете Это ваша просьба или требования? Я вам просто предложил Я отклоняю ваше предложение Что извините?